ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень вырезается, но потом мы увидим большие уже разницы. Посмотрите, вот в одно движение, дайте мне надо, вот в одно движение это делать. Не последовательно, еще раз, не последовательно, да, а в одно движение. Ай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вмного ком keine начальника, да, и вытаешать весВы. То есть, дополнительный вес. Еще, еще, еще прям на рычаг, на рычаг, нельзя этого разгибать до конца. Главное, что просто... Вот, сейчас вот, выдает. Теперь, по... Сейчас, чтобы вам было видно. Видно, как? Видно. Ага. Следующий, да, у вас основание архега, например, будет здесь, в рачах с собой, в другую сторону этой работы, да? Угу. Допустим, так, основание архега не выносим никуда, не выносим, не выносим его, оставляем на месте. Ага, вообще-то, оставляем на месте. Оставляем, здесь мы должны сейчас меньше переться. А, вот сюда, да? Ну, например, да. Ага. Сюда. Вот, вот, смотрите, как хорошо. Тут даже у нас наоборот получилось. Вот у нас основание архега, а здесь вот рачах. Отлично, давайте еще. О, вот, уезжает, правда, да, сейчас уедет, но в целом, да, правильно, еще. Кротивника, конечность. А моя конечность, она тоже есть, может, по кругу? Ваши конечность, как угодно, да. Вот, например, основание архега, вот сам рачах. Вот основание архега, вот сам рачах. Да? Да? Да, может, если что угодно, делать что угодно, но рачах должен оставаться, основание архега должен оставаться, да, примерно на месте. Вот, ну, вот, ну, все. Все. Тебя чуть-чуть в динамике, да. Я медленно, не спеша, как угодно. Подаю руки, вы так же точно не спеша, не торопитесь, не напрягайтесь, Никакой не экзамен, просто вы ищите нужный эффект. Учтись чувствуешь, надо это сразу же. Если одна рука пролетела, ничего не получилось, вторую руку тогда отпускаем, другого нет выхода. Значит, тогда нам нужно для начала освоить смену рук на повороте корпуса. Давайте ставим карточки на время. Раз, два. На одном действии. Попробуем. Все на одном повороте. Отлично. Сейчас я вижу. Первое действие идет от корпуса. Потом фиксируется корпус. Работает на фиксированном корпусе и только потом поворачивает корпус. Целиком. Да, да, целиком повесьте. Все, давайте возьмем поворот. Отлично. Это рука полная. Ну, теперь возвращаемся в собственности. Значит, если одна рука у нас не смогла что-то схватить, да? Вторая рука, у меня это не зря, кстати, обращали внимание, вторая рука вылезала очень часто оказывается позади. И мы подумали, что дальше у нас на том же повороте корпуса вторая рука, либо, если она будет ошибка, вылетит в сторону нашей ошибки, либо, если это уже не важно, вылетит в другой руке или обед, или, соответственно, поворот, например. Вторая рука у нас за спину сейчас. Откуда угодно, отсюда, угромно, на одном повороте с этой рукой. Вот сейчас вы, в любом случае, будете обращиваться в эту сторону. По расстоянию, явно короче, чем мое большое амплитудное. Торопиться не надо. То, что у нас, да, действительно, оба движения на одном повороте, и у вас, и у меня, в принципе, как бы уравнивает ваши шансы. Но, в целом, вы можете действовать гораздо короче на своем повороте. Вам нужно то же самое, только в обратной ситуации. Вам нужно искать расколы ваших прочих. То же самое надо делать. И помните о том, что любой человек, что бы вы ни делали, легко выйдет из любого... Да. Вот, вот, сожидел. Сейчас на мой город. Правильно? Вот самое опасное. Вот, по идее, вот здесь вот должно все пойти, да? Работайте. Почему он теперь не работает? Расслабились? Нет, не только в этом дело. Повелись за рычагом. Да ушел с вектором просто. Да. И это действительно расслабление просто требует. То есть, он будет сопротивляться, сяду. Да, да. И вам то же самое. Инжал – это не способ силы преодолеть силу. Это способ расколы. Легко, как хирург, скальпель, буквально. Обработать всю ситуацию, да? Еще раз. Фиксируйте вот эту часть. Смещайте вот эту часть. фаланги. Они будут. Идеально. Еще, еще. Достаточно. Достаточно. Во! Сейчас вообще без напряжения все. Сделайте раскованно совсем. Во! Еще. Сажать и срать. Во! То же самое теперь здесь. Прижали их сюда, да? Во! Вот он рычаг. Вот он пошел. Еще, еще, еще. Во! Во! Отлично. Отлично. Окей. Так что, если где-то около корпуса у нас оказалась рука, если все удачно сложилось, не забываем, да? О! Идеально. Вот вообще идеально было. Не спешите. Не спешите. Никто не… О! Идеально. Теперь по поводу рефлексов. Значит, наша задача – не спешить за противником, не пытаться его опередить. Сейчас мы будем отрабатывать возможность опоздать. Есть какой-то удар – опаздываем. Еще. 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 Почему здесь важно опоздать? Потому что фазу развития руки, даже самая быстрая рука, самый быстрый боксер, где у него концентрация, где максимальная скорость? В конце. В конечной фазе. Начальная фаза, она настолько медленная, что любому там, опять же возьмем боксера, тэквандиста, например, где вообще в салочки играют только, да? Им приходится камуфлировать это начало. Приходится отвлекать еще противника для того, чтобы начать движение. Поэтому мы можем спокойно расслабиться и посмотреть, как развивается судно. И в конечной фазе только выбросить свою руку. Особенно, когда мы действуем вдоль вектора бьющей руки. Поэтому сейчас, где-то вот здесь, на полпути только, вы начинаете реагировать. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Мы с вами уже посмотрели, как мы здесь перехватываем, здесь, как мы здесь перехватываем, как мы по вектору проходим туда, вот, как мы фиксируем предплечьем, да, или локтем эти вещи. Теперь мы говорим о захвате, например, двумя пальцами, да, когда мы отрабатываем два пальца. Здесь не важно, будет ли большой палец, не будет ли его. Почему мы можем позволить себе работать, например, двумя пальцами? Иногда даже одним. Иногда вот этими двумя, например. Почему? Потому что всегда априори запястье уже, чем все остальные части руки. Если мы отрабатываем на запястье, нам сил не надо никаких. для того, чтобы удержать. Тем более, если ботенец сам пытается удержать, да. Ну, 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 убирайте, руку померяйте, там, ну, что-то еще, да, да. В принципе, наша задача – послабиться, приклеить, да, и нет смысла. Будем теперь плечи выводить. Да, сильно только сейчас не бьем. Аккуратненько подтянуй. Аккуратненько подтянуй. Аккуратненько подтянуй. Вот. Прям представляете себе, да, что здесь вот рука, она вот мешает явно, не дает туда пройти, да. Только его вытягиваете туда. Ага. Друзья Субтитры подогнали! Редактор субтитров А.Семкин